Избавить от болезненных процедур химиотерапии теперь смогут саратовские онкологи. В регионе освоили новый метод вживления специального прибора, который позволяет производить инъекции препаратов онкобольным более качественно, не разрушая при этом сосуды. Особенность процесса узнала наша съемочная группа. Химиотерапия для онкологических больных своего рода приговор. В первую очередь из-за постоянных уколов. Процедура занимает не один день. Уходит месяцы и даже года, пока пациент пойдет на поправку. За это время вводят не один десяток инъекций, после которых сосуды больных. Исколы-то настолько, что не остается живого места. Химиотерапия, с одной стороны, позволяет продлить этому пациенту жизнь. С другой стороны, позволяет уменьшить количество опухоли в массы и снизить количество метастазов. Но в то же время она связана с внутривенным введением этих химиопрепаратов. И через какое-то время у больного просто-напросто не остается вен. Для того, чтобы этот химиопрепарат вводить. И начинаются те дополнительные мучения, о которых я говорил. Облегчить лечение может вот такой прибор. Он называется ПОРТ. После его установки больному операция занимает около получаса. Химиотерапия становится уже не столь болезненно. Он устанавливается подкожно. От него идет катетер в подключичную или еремную вену. И все это зашивается, закрывается кожей. Его не видно. И используется он по назначению. То есть по необходимости. Больной пришел для химиотерапевтического сеанса. Ему устанавливается в ПОРТ иголка. Он проводит свое лечение. Игла вынимается и больной уходит домой. До сегодняшнего дня в Саратове не было специалистов, способных провести операцию по установке. Пациентам приходилось ездить в другие города и даже страны на подобные процедуры. Теперь тратить деньги на переезды и перелеты не придется. ПОРТ вживят саратовские специалисты. Причем операция для людей, стоящих на учете у онколога, будет совершенно бесплатна. Все эти порты мы будем устанавливать только в рамках обязательного медицинского страхования. То есть больные не будут за это платить. И это я хотел бы отдельно подчеркнуть. Потому что до настоящего момента те, кто нуждались, вынуждены были ездить в другие города. Пока в региональном онкологическом диспансере готовы провести около 40 операций. Именно столько приборов закуплено. Но уже в ближайшее время их установку поставят, как говорится, на поток. Однако вживлять всем подряд порт не будут. Лишь тем, кому после обследований будет предписан длительный срок химиотерапии. Эллада Обжалимова, Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.